То есть у её мужа, взрослого человека, появилась молодая девушка, в которой он влюбился, и она в него влюбилась по уши и так далее. И в итоге, Ирина, что делает ваша героиня? И как вообще вы лично к этому относитесь? Вы же всё равно этот образ тщательно продумывали и эту ситуацию. Ну, Костенька, начнём с того, что я и героиня – это абсолютно разные люди, и я бы так не поступила, когда, допустим, поступает моя героиня. А как она поступает? Ну, во-первых, это у него не первая любовь. Там будет в сюжете сказано, что она однажды уже отвечала на письма любовницы. То есть она настолько участвовала в этой ситуации. То есть, как я понимаю, она очень сильная женщина. Очень сильная и властная. И, ну, как я понимаю, у неё муж, знаешь, не стал тем, кем ей хотелось бы. Потому что она всё время сравнивает его с другом, который там достиг чего-то, и в оркестре играет. А он учитель пения. Как? Он учит девочек. И как? Ну, любой женщине, наверное, хочется, чтобы её муж во что-то вырос. Я думаю, что у неё вот эта вот неудовлетворённость. Но он ей нужен, потому что он очень надёжный, потому что он добрый. То есть она поступает? Просто скажите, что она делает? Она поступает. Она, ну, понимаешь, вот Костя, она в такой ужасной ситуации, когда она предъявляет ему письма. Но, как я понимаю, она ещё не совсем понимала, что она будет делать дальше. И то, что она делает дальше, это не... Я считаю, что это неосознанное, что она предлагает пригласить её в гости на Новый год. Это очень, да, такой... Военно-полевой роман. Да, и потом говорите... Да, да, да. Чурикова. Чурикова, да. И потом говорит, давайте жить втроём. И она говорит, ну что ж, ну... Она говорит, ну вот, да, тебе придётся жениться на нас троих, вот на мне, на мужа, на нашу сыну, как вот. Принимай нас всю и всех. Ну... Анна, а вот это выход, если это была бы жизненная ситуация? Это выход, если она просчитала психотип любовницы и поняла, что для неё это неприемлемо. Вы правы. Это властная, тяжёлая женщина. Это психотип матери такой, убивающей матери. Ей не надо, чтобы муж вырос. Ей надо, чтобы он всю жизнь оставался инфантильным, зависимым учителем пения. Совершенно верно. Ведь это психологическое унижение. Она сломала любовницу, все её там высокие чувства, романтические порывы. Сломаны. Вот здесь наша кровать. Вот сейчас я сниму, извините, бельё, мы ляжем на эту кровать и начнём за ней. И натура тонкая и трепетная, конечно, убежит. Понимаете? Это естественно. Да, там есть такой, знаете, ужасный момент, она показывает семейный альбом. И представляете, вот... Ну, я думаю, это ещё первый намёк на те ужасные моменты, которые могут произойти дальше. Да, это первый, но... Это тиран, то есть это деспот, то есть это человек, который уверен, он ещё и унизил эту любовницу, как говорится, макнул её головой, куда не надо, совершенно верно, в этот быт. Но дело в том, что любовница, видите, по психотипу могла оказаться ещё, значит, более, так сказать, иокастой. Понимаете? То есть здесь тоже вопрос такой вот сложный. Я просто хотела здесь вот... Понимаете, Токарева, она сама была в ситуации треугольника, но у неё было два мужчины. То есть одновременно её муж, другой мужчина, хотя, прямо скажем, она не красавица, а вот что-то такое, вот энергия есть, да. И вот она тоже долго выбирала и так далее, вот. Может быть, она свои черты, то есть предала этой героине, вот именно вот эти, то есть это хорошо. Но смысл, да, я тоже его понимаю. То есть и брак втроём настолько неприемлем, вот любовный треугольник, что любовница бежит. Совершенно верно. Более того, она прыгает просто из окна. Ну, правильно, потому что вот надо же, трепетная натура. А вот не вступай в такие отношения, если у тебя нет достаточно сильной психики, чтобы всё это выдержать. Ну, знаете, сердцу не прикажешь, как не вступай в отношениях. Нет, сердцу не прикажешь, согласна. Я не осуждаю никогда любовь. Всё, что делается по любви, а не по предварительному сговору, как в Головном кодексе, так вот. Всё, что делается по любви, всё оправдано. И когда человек приходит любяще, я с уважением к нему отношусь только потому, что он способен любить. Я вот смотрю, и вот мне всё ему... Понимаете, не то, что прощаю, я права такого не имею, я его принимаю. Он любит. Неважно кого, неважно как. Но вот в этой ситуации всё равно надо обладать очень сильным психотипом не ради того, чтобы вступить в романтические отношения, а именно, чтобы жить втроём. Не каждый на это решится. И трагедия, связанная с тем, чтобы наложить на себя руки, к сожалению, часто происходит в этих отношениях. Согласна? Безусловно. А давайте посмотрим, что думают по этому поводу горожане. Как раз мы спросили на улицах, моя коллега Ирина Питкова спросила у наших горожан, как отреагировали бы они, если бы у вашего партнёра появилась новая любовь? Давайте посмотрим. Маша покричала бы на него, но таких усилий, телесных, всякое повреждение, я думаю, вряд ли бы наносила. Мы просто бы расстались и всё. Я думаю, мы бы расстались. Честно говоря, не знаю, что будет. Всё зависит от конкретной ситуации. А вот гипотетировать так на эту тему не охота. Я на этот вопрос не могу ответить. Насильственные действия, я думаю, не стоит предпринимать. Надо, чтобы всё было цивилизованно, расстаться. Ушла бы, наверное, и всё. Ну, с ним бы я делать ничего не стала. Больше никогда. Вот и всё. Если, скажем так, я буду уверена в том, что человек так поступил, незаслуженно меня обидев, то я его накажу, а потом расстанусь. Прибил бы, наверное. Ну, это довольно забавно. Я бы попросил познакомить и устроить что-нибудь совместное. Ну, вот так получается. Особенно устроить что-нибудь совместное. Почему-то у мужчин появляется такая идея, такое предложение. У женщин же, как вы видите, наоборот. Кстати, пишут, Сергей Волк задаёт вопрос. Почему одни могут простить измену, а другие категорически нет? Ну, потому что им просто ещё не изменили те, кого они любят. Вот вы знаете, вот все люди заранее говорят, я никогда не прощу. А когда оказываются в подобной ситуации, к сожалению, потерять близкого человека настолько страшно, что уже измена отходит на второй план. Только не уходи, будь со мной. Вот, к сожалению. Поэтому никогда заранее не говорите. Вот, знаете, в Библии правильно написано, никогда не говори, вот стою я, ибо Господь подует, и ты упадёшь. То есть не надо заранее говорить, прощу я, не прощу я. Не случилось с вами, слава Богу, этого несчастья. И скажите ей, Бог отведи, как говорится. А уже когда случилось, тут уже надо со специалистом разбираться, как говорится, и уже тоже не о прощении будет речь, правда? Согласен. Вот, кстати, Кристина Хохачевская пишет, полигамия – это в природе совершенно нормальное явление. Зачем люди сами себя в эти рамки загонять? Ну, знаете, убийство тоже нормальное явление, каннибализм тоже, знаете, где-то нормальное явление. Знаете, вот два психотипа. Вот психолог Юнг, психолог Фрейд. Поехали они, значит, отдыхать в Берлин. И Фрейд как-то пожаловался Юнгу, что испытывать недостаток сексуальных эмоций. Юнг говорит, так пойдёмте, вот же Герр, как говорится, Фрейд, вот же они весёлые девицы, Фрейд. Говорит, да вы что, коллега, с ума сошли, женатый человек. Вы что такое предлагаете? Вот, два психотипа, понимаете? И я хочу сказать, есть человек склонный к измене, есть человек, который не склонен, и не надо поэтому всех вот под одну гребёнку. Говорит, 75% мужчин изменяют, но дело в том, что 100% людей умирают, и что теперь из этого? То есть я убил кого-то, я говорю, так извините, судья, он бы всё равно умер. Мы сейчас позвонили, связались с ещё одним человеком, который, ну, по понятным причинам отказался приходить к нам в студию, но согласился поговорить с нами по телефону. Так вот, человек согласился рассказать о своей ситуации. Александр, вы нас слышите? Да, слышал. Здравствуйте. Я слышал предыдущего оратора и согласен абсолютно, что не все изменяют. Хорошо, а тогда в этом случае какая у вас ситуация? То есть я так понимаю, что она с чего-то же началась? Ну, безусловно, да. Ну, у меня жена, уже долгий брак, двое детей было. И была, ну, хорошая связь сначала на стороне, а потом как-то так, ну, и семью бросать никак невозможно. Ну, люблю жену, хотя, ну, да, получилось вроде как банальные измены сначала началось. А потом я понял, что и там тоже ничего невозможно отменить. Ну, в итоге я как-то так, не без скандалов, конечно, сначала, но, в общем, пришлось жене всё как-то объяснить. И она сначала, да, скандалила, а потом ничего, всё наладилось. И сейчас вот так, так втроём, благо, дом позволяет, и всё хорошо. То есть, и получается, и бытвы тоже как-то так на троих, всё нормально? Ну, как в любой семье, наверное, совсем всё мирно и гладко не бывает, но делимся, миримся, ссоримся, в общем, всякое-всякое разное. Ну, уживаемся. А как получилось тогда с детьми? То есть, что сейчас происходит с ними? Ну, вот, как говорится, так и получилось, что вот уже трое. Ребёнок от молодой жены и двое прежних. И всё нормально? Как они к этой ситуации относятся? Ну, дети, они, дети, они, конечно, тоже сначала это переживали, но так, вроде как-то удалось вот решить, не знаю. Нормально живут, играют вместе. Хорошо, а как вот, вы не собираетесь прекращать такие отношения? То есть, я так понимаю, что дети как-то воспринимают уже одну маму? Дети, да, нет, дети нормально воспринимают. Не одну маму уже, а двух мам, отдыхают вместе, и всё хорошо. То есть, вы не видите никакой, так сказать, никакой сложности в этой ситуации? Нет, ну, сложность, безусловно, как говорится, есть, наверное, сложность, потому что всё равно, как, законом это невозможно узаконить. То есть, есть проблема в том, что дети записаны, да, на меня, но там вот есть такая, что вроде как брак неофициальный второй. Поэтому, естественно, там, возможно, будут проблемы потом в школе, а сейчас как-то нормально. Да, это понятно. Спасибо, Александр, что поделились с нами этой историей. Ну, мы желаем вам удачи и успеха, и, конечно же, счастья. Если действительно, вот в такой семье оно возможно. А вообще, вот мы уже говорили о том, что многие считают это нормальным явлением. Хорошо, счастье возможно в такой семье? Есть ли плюсы и минусы вот в таких отношениях? Ну, трудно сказать. Вот я говорю, был ли счастлив вот Маяковский? Он безумно любил Лилю, он всё понимал, он же не дурак был. Он просто жить без неё не мог. Он просто, вот я не знаю, счастье это было не счастье, он просто не мог жить. Он на коленях приползал, то есть он писал эти стихи, он был согласен на любые условия. Дело не в том, кто всем с кем спит. Я вот от темы секса-то почему всё увожу эти отношения? Потому что Гиппиус жила с Мережковским, там, значит, с ними жил ещё один персонаж, так сказать. Вот она говорила, это мой муж, это мой муж. У неё не было отношений со вторым человеком. Я к чему говорю? Не обязательно, что вот только всё строится на сексе. Есть отношения, где просто есть любовь. Где, например, жена одна, она в силу, кстати, у Лискова в повести «Старинные психопаты». Жена теряет возможность иметь с мужем какие бы то ни было отношения. И из крепостных девок ему находят, значит, всё время новых наложниц, новых пассий. Ну, то есть, заменяя себя ими. Ненормально? Согласна. А что ей было делать? То есть, ждать, пока он найдёт там жену на стороне, её дети пострадают? Анна, да, ну, к сожалению, вот очень быстро заканчивается время. Действительно, на эту тему можно говорить, по-моему, бесконечно. Наталья, скажите, пожалуйста, есть ли вот, может быть, ещё у вас вопрос к Анне? Наталья? Наверное, нет пока. Ну, хотя, с другой стороны, вопрос есть. То есть, что делать в ситуации, когда не знаешь, как вот реагировать, да, на то, когда тебя, допустим, оставили одну, и они провели вместе время. Я понимаю, Наталью, я сразу это поняла, потому что её принудили к тому, чтобы вступить в эти отношения, она любит своего партнёра, и она поэтому на это пошла, ей очень тяжело. На самом деле нет, не соглашусь с вами. Я ещё раз говорю, дело не в принуждении, как говорится, вот там, физическом, не в шантаже. Я понимаю, о чём вы. Эти отношения обязательно закончатся, то есть, и решение будет, то есть, несомненно. Другое дело, что, понимаете, когда эти отношения решатся, начнутся следующие отношения, потом ещё отношения и так далее. Там вся проблема, ну, не проблема, а принятие решений в партнёре. Вот. А Наталья, она по своей природе верный, преданный, честный человек, вот она попала в такие условия. Разве её осуждать за это? Только поддержать. Тогда что мы можем сказать всем, кто оказался в такой ситуации, но им достаточно тяжело находиться в ней? Ну, вот и не надо рассказывать об этой ситуации коллегам на работе, родственникам и друзьям, потому что вы потеряете всё, что имеете. А выход тогда какой? А выход? Надо нормально жить, обращаться к специалисту, если уж на то пошло. Всё-таки искать выход, потому что это ненормально. Но для своей психики искать выход, безусловно, это настолько огромная нагрузка, что, несомненно, это приведёт к депрессии, к нервному срыву, то есть, если вы не будете этим заниматься. Но никто не должен соваться в ваши отношения, это моё твёрдое убеждение. Ну, действительно. Вы знаете, дорогие друзья, уважаемые гости, как-то, как мне сейчас кажется, Лебедев Кумач был совершенно прав, когда написал эти бессмертные строчки «Сердце тебе не хочется покоя». И действительно, приводит порой вот эти дела сердечные к таким ситуациям, из которых, может быть, очень сложно выбраться. Мы вам хотим сказать, что не комплексуйте, дорогие друзья. Всё действительно нормально. Разберитесь, самое главное, со своим сердцем. И решение, как нам кажется, оно придёт само. А главное, любите друг друга, любите ближнего в этом спасении. Спасибо, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.